И снова здравствуйте! Здравствуйте, мои удивительные, невероятные, светлые души! Я рада приветствовать каждого, кто зашёл на мой канал, кто смотрит мою передачу. И снова с вами я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдеева-Бурова, и моя невероятная, удивительная, красивая, славная девочка Анна Синдеева. Всем привет! Всем привет! А сегодня данный эфир я посвящаю такой вот теме. Как ребёнка назовёшь, таким он и вырастет. Это правда, и я хочу сейчас рассказать. Для моего ребёнка все темы эфира, они такие неожиданные. Она не знает. Она вот приходит ко мне, я её усаживаю, и она даже не знает. Поэтому она не готовится, поэтому большинство времени молчит, потому что она неприготовленная. Но это и хорошо, потому что в этих эфирах я сама тоже понимаю, что ребёнок думает об этом и как. Это всегда лучше, неподготовленным быть. Да? Да. Или хочешь быть подготовленным? Нет? Нет. А тебе всё равно. Говори, мама, говори! Да. Вот. Мой журналист. Наверное, нужно будет следующая передача сделать так, когда Анюта будет спрашивать у мамы. Давай я такую взяла? Не знаю. Я же давно не журналист. Её было желание один год, но быстро закончилось. Ну давай просто ведущей будешь. Не хочешь? Не знаю. Хочешь, чтобы я тебя спрашивала? Ну, посмотрю. Не знаю. Ну давай, чтобы следующая передача ты меня спрашивала. Например, мама, как ты думаешь, я правильно делаю, или как бы вот ты, когда была в таком возрасте, ты бы пошла туда-то, туда-то. Хочешь такое? Не знаю. Мне кажется, мы обсудили уже всё. Да, мы уже всё обсудили, поэтому получается так. У меня нет такого чего-то, что я не знаю, о чём я не знаю твоего мнения. Да, ты уже всё знаешь. Мама уже всё рассказала. Не всё. Но есть же темы, которые, наверное, не рассказала. Вот, например, про мистика ты вообще не знаешь. Но спроси у мамы, как жить с мистиком? Как маме жить с даром мистикой? Тоже можешь спросить. Давай такую передачу сделай. Или спросим у Анюты, как Анюте теперь жить с мамой мистиком? Ну-ка давай скажи. Можно сейчас, чтобы про имена говорить? Опять не готова? Ты уж про имена. Да, мы начали про имена. Но я не про имена, а про то, что как люди называют детей. Вы знаете, когда Анюта у меня родилась, я всегда ей говорила. Ты моя славная девочка, ангелочек, ангелочек. Я целовала ей глазки, целовала ей щёчки, лобик. Всё-всё целовала, ручки, пальчики. Всё тело нацеловывала ей. И она со мной спала до 13 лет. Вы не представляете? Вот так вот было у нас. Маленькая, когда грудная была, так вообще она спала со мной всегда. Вот так. Мы с ней проспали все эти годы. Потом было время, когда она немножко спала отдельно какое-то время. А потом мы так начали жить и жить. И всё в одной комнате с ней. Я с ребёнком всегда спала в одной комнате. И я ей всегда говорила, ангелочек, ангелочек, ангелочек. И что интересно, вот я её так называла, и она вот такая у меня и выросла. Как такой вот нежный цветочек, такая мягкая очень, добрая, нежная, застенчивая девочка. Вот как я её и называла. Почему я сейчас начала эту тему? Потому что я знаю, что многие люди своих детей называют какими-то очень неприятными словами. Ну, скажем, у нас в Киргизии, я из Киргизии, есть такие слова, которые там, я слышала, не знаю, можно их назвать. Называли, например, я слышала во дворе, батюшка назвала, эй, шайтан, куда побежал? Вы знаете, кто такой шайтан, да? Ты знаешь, кто такой шайтан? Ну, я слышала эту слову, но я не знаю. Это тёмная сила. Да, это тёмная сила относится. Да. Или вот ещё говорят, это не ребёнок, а чёртёнок. Вот тоже, я же, мне аж когда так скажут на ребёнка, мне аж даже нехорошо становится, потому что в себе как-то всё переворачивается. Или там, это что за ребёнок бандит, бандит растёт, бандит растёт, бандит растёт, и одно и то же, одно и то же. А потом, когда ребёнок вырастает, тем, кем они его называли, они начинают его говорить, да, зачем я тебя родила? Почему ты такой вырос, на кого ты, мы тебе все годы жизни отдали, а ты у нас бандитом вырос. Ну, а кем он должен вырасти, если так называют ребёнка? Как говорили всегда раньше в старину, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Вот, вспомните, даже в мультфильме такое было. И в каком-то мультфильме было про путешествие, нет, путешествие вокруг света было такое, восемь дней вокруг света. И потом ещё было путешествие в Рунгеле или где-то, и там, когда корабль был назван Победа, а у него, когда он поплыл, и на корабле две первые буквы отлетели ПО, и получилась беда. И потом всё так и говорили, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Потому что этот корабль, беда, он все беды пособрал-то, пока доплыл до этой эстафеты, и там какая-то эстафета была, и какой корабль первый должен был прийти. Регата, регата какая-то была. Вот. И яхты эти были, точно. Это была яхта, Победа, а потом регата, да, называется? Да, видите, сейчас вспоминаю отрывки из фильмов, хранители мне показывают картинки, я это всё... И почему я так говорю? Потому что как ребёнка вы называете, таким он и вырастает. Называете вы его басурманом, он басурманом у вас и вырастет. Басурман – это тоже бандит по-киргизски, да, у мусульман есть такое слово. Вот. И поэтому немножечко вы всегда думаете о том, какие имена, какие вы же даёте им красивые имена. И многие из людей, родители, не называют даже детей по имени. Они почему-то вот придумывают... Допустим, мы с Артуром тоже называем друг друга заей. И это нормально, это зая, зая ласковая, что-то хорошее. Когда люди говорят, что вот что они там, взрослые люди, и какими-то себя заями называют, что они животные, что ли. Для нас, например, это такое ласкательное, уменьшительное, ласкательное какие-то слова. Мы так ласково друг друга называем, и я считаю, что это нормально, потому что мы становимся такими... У нас ассоциации зайчик, что-то мягкое, пушистое, хорошее, доброе, нежное. А когда люди называют там бандит, крокодил, не знаю, нехорошими словами, то и дети становятся такими же. И многие родители даже не задумываются, что они, собственно говоря, и записывают в подсознание ребёнка программу, такую, каким он должен быть. Я своего ребёнка называла всегда ангелочек. Всегда цветочек, ангелочек, моя любимая, красивая девочка. Всегда так говорила. Всегда. И посмотрите. Тихая, спокойная, нежная, добрая. Сидит такой ангелочек, цветочек. И молчит. И молчит. И молчит. Говори, мама, говори. Мне так хорошо рядом с тобой. Да, дочь? Хорошо тебе рядом с тобой? Ну, правда. А ты что думаешь по этому поводу? Тебе нравится, когда люди так называют свои детей? Нет, конечно. А кому брать? Ну, расскажи, вот что ты думаешь. Я с тобой согласна, я даже не знаю, как что тут добавить, такое же мнение. Нет, да ты чувствуешь, да, что это всё программируется, и ребёнок такой становится. Я не знаю, ну, скорее всего, программируется, но мне неприятно кого-то любимого называть. Таким, не хорошими словами. Зачем я кого-то должна чертёнком называть, тройконтом или ещё кем-то. Ну, я могу иногда своего кота называть зверюгой, когда он балуется. Это максимум. Да, вот так он хороший кот всё время. Или мы друг с другом с Лёшей, тем более, я никак друг друга не называю. Мы тоже зая, и киса, и котики. Вот. Котики. Да, ну вот я говорю, единственное, что вот можно сказать, на кота иногда зверюга. Если он что-то грызёт. Он на льва похож, поэтому. На тигра, да? Ну, я не знаю, ну вот, когда он что-то начинает рпать, злится, и вот, когда он злится, он начинает что-то отдирать от чего-либо. Пакеты отдирать. Ну ты же ласково говоришь, ой, зверюга. Ну да. Ну да, ты же не говоришь, ой, зверь. Ну и тем более, зверюга – это же ничего плохого. Это же тот же самый зверь, просто… Да, он же животный. Это же животное, да. То есть это, в принципе, ничего такого. Но ещё и твоим голоском нежно. Ну и зверюга. Когда скажешь, так он зверюга там тает весь, конечно. Понятно, а когда люди называют такими громкими голосами, жёсткими, там, уйди, балбес. Вот это слово вообще, они говорят, тупой, балбес или как-то так называют. И день и ночь этого ребёнка, и день и ночь этого ребёнка… Бестолочь. Бестолочь называют. Ну как? А потом, когда он вырастает такой, и с него ничего не получается, они начинают говорить, я же говорила, что ты бестолочь всю жизнь. Говорила, и вот ты вырос такой, кормили тебя, кормили, а ты какой был бестолочью, такой и остался. Ещё и лентяй. Ещё и лентяй, говорят. И это всё записывается на самом деле, почему я это говорю. Ты вот, Анюта, говоришь, что ты не знаешь, что это записывается по программе. Нет, я говорю, что можно записывать. Да, это записывается. Хранители мне сказали, потому что я очень сильно взаимодействую с хранителями. Они говорят, что это записывается на подсознательную программу ребёнка, и он начинает этот образ перенимать на себя и повторять. Он вживается в этот образ и начинает быть тем, кем вы его назовёте. Как бы он примеря... Вы дали ему этот образ, вы примерили на него, надели этот образ, он его примерил, сжился и пошёл. Так мне говорят хранители, что это так работает. Как вы называете человека, такого вы и получаете. И никогда потом не удивляйтесь, почему ваш ребёнок вот такой негативно к вам относится, почему ребёнок не делает какие-то вещи, почему он... Вместо того, чтобы назвать его лентяем, лучше как-то найдите способ эту лень убрать и заинтересуйте его чем-то, чтобы он проявил интерес вот к этому деланию, процессу. Например, к уборке, превратите эту уборку в игру и потом поощряйте его какими-то хорошими, добрыми словами. Это так работает. Ну а когда вы заходите, бьёте ребёнка, стучите по столу кулаком, говорите «ты лентяй, ты лентяй, ты лентяй, ты лентяй» и сам начинаешь делать, то у ребёнка записывается программа «он лентяй» и он будет такой лентяй всегда. Понимаете? Ну для этого нужно всегда работать. Легче всегда сказать плохое слово. А вот труднее, конечно, придумать программу, которую ребёнка из этого состояния вывести. Это большой колоссальный труд, но он стоит того, потому что по итогу вы получите такого ребёнка, какого бы вы хотели видеть. Вот я хотела видеть своего ребёнка таким вот нежным, ласковым, добрым, таким чутким, милосердным. И я всё делала для того, чтобы она такой выросла. Потому что когда я родила, она мне очень трудно досталась. Ну для меня роды вообще, я не знаю, для кого как я... Для меня роды сами были настолько сакральное это таинство, что я к нему так трепетно отнеслась, к этому моменту. И когда у меня ребёнок родился, я просто дрожала над своим детём настолько сильно, что я даже не понимала, как вообще такое чудо может Отец Небесный сотворить и дать возможность выносить, создать ребёнка внутри, выносить и родить его. Для меня это было что-то такое невероятное, я не могла даже представить, что я могу родить ребёнка. И когда я родила, для меня это было вот вообще, я молилась и молилась, и целовала этого ребёночка. Вот и целовала этого, правда, я целовала и держала возле груди. Всегда. Так мне боялась, не хотела, чтобы кто-то потревожил, кто-то её заел как-то, кто-то обидел. Я очень-очень сильно переживала, и когда меня рядом с ней не было, я всегда мысленно молитвами только о ребёнке, только о ребёнке, чтобы там, как бы даже там где-то на расстоянии опекала. И когда вот я была в разводе, в разлуке, я тоже мысленно всегда как бы с ребёнком ходила и оберегала её, и всегда говорила только хорошие слова, только хорошие слова. И знаешь, когда бы я не было, я говорила, дочь, дочь, всё будет хорошо, я тебя очень сильно люблю, ты будешь рядом с мамой, всё у нас получится. И я верила, верила, молилась, молилась, и для меня ребёнок всегда был вот такой вот, как цветок, за которым надо вот только добрыми словами, только нежностью, только... Ну, а сейчас, тем более, когда я стала взаимодействовать с хранителями, то я вообще стала настолько трепетно относиться к этому, даже мой ребёнок уже 25 лет, а для меня она как будто бы, я её вот родила. Конечно. Мне тоже как будто только родилась. Ты как будто тоже родилась, да? Да, только что. Такая большая. Сразу же. Ну, большая родилась. Ну, такая. Какая большая родилась. У меня 78. Да. Я бы сейчас тоже твои глазки целала, но мне помада надо было. У меня тени на глазах. У меня тени. Ты хорошая, очень хорошая. Всегда знай, что мама тебя так хорошо называла, и ты у меня поэтому такая выросла. Такой славный цветочек, красивый, ангелочек. Правда. Ты радуешься? Да. И всегда тоже своего бебика так же называй. Только хорошими словами. Только-только хорошими. Только-только хорошими. Чтобы он у нас вырос таким славным, хорошим ребёнком. Ну, как я хочу. Учаряю. 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 Ну, а мы будем с вами прощаться. Уча колаа Милиса. Учаряю. Учара. А пудня. Учара. Учаряю. Учаряя. их, молитесь за них и оберегайте, молитесь Отцу Небесному и зовите всегда хранителей. Если вы не можете справиться сами, взаимодействуйте с хранителями, зовите их, зовите, 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 и они смогут вам помочь. Вы даже не представляете, какая рядом с вами сила уникальная есть ангелы-хранители, которые всегда готовы с вами взаимодействовать и помогать вам в любых жизненных ситуациях, особенно в сложных ситуациях. Многие из вас стесняются звать их или не понимают, потому что нас не приучили к этому, не хотят молитву читать, потому что тоже не приучили и не понимают, что это такое. Никто даже из вас не представляет, какую силу несет молитва, как она оберегает ваших детей, вас, и какую дают колоссальную помощь и поддержку хранителей, когда вы с ними взаимодействуете и когда вы их просите, просите их, и вам дано будет. Верьте, и по вере ваше дано все будет. А мы вас любим, целуем, обнимаем и говорим вам, что вы наши светлые, удивительные, невероятные души. Пока-пока.